Эго — это компонент психического тела человека, неразрушимый. То есть есть вещи, которые не умирают после смерти. Есть три компонента нашего тела, психического тела. У нас есть психическое тело, которое не умирают после смерти. Первый компонент называется эго. Это чувство себя как личности. Вот я такой. Вот, допустим, таракан ползет, у него есть эго? Есть. Он чувствует себя личностью. Вот я таракан ползу. Потому что он живой. У души есть эго. Таракан живой. Там есть душа. Она просто хотела вот такого счастья тараканево. И поэтому родилась таракана. То есть душа рождается тем, чем она хочет быть. То есть, допустим, душа не хочет ничего знать, она хочет просто счастья. Потому что есть три желания. Все души хотят вечности, поэтому они живут. Но дальше идет деление на две части. Одни души хотят знания, как правильно жить. И поэтому они рождаются в разумных формах жизни. А другие души не хотят знания. И поэтому они получают только счастье. Вот таракан больше счастлив, чем человек. Потому что он только счастье получает в жизни. Своё таракане счастье. Птичка тоже больше счастлива, чем человек. Потому что она птичье счастье получает. Ей такое счастье хотел. Ей так чиликать. Вот она поэтому получила такое тело. То есть мы получаем тот вид тела, который соответствует тому, чего мы хотим. Если, допустим, не высыпался всю жизнь. Хочешь думать, надо выспаться, насколько можно. Тогда тело медведя. Полгода спишь. Законно. Потом еще каждую ночь спишь. Если не наедался тело коровы, ешь днем и ночью. Корова жует даже ночью. Во сне даже жует. Наешься вот так вот. Ну то есть, в зависимости от того, чего хотел, то и получаешь такое тело. Это знание, которое я сейчас вам говорю, оно запредельно сложное. Его понять просто невозможно. Это надо просто видеть это все, как это происходит. Как формируется тело человека, ну, живого существа под влиянием желаний. Это надо увидеть. Откровение такое должно произойти. Иначе человек не поверит, что души есть и в муравьях, и в воробьях, везде. Итак, во всех этих живых существах есть три типа психического тела. Все они нужны. Первое – это ощущение себя как личности. Вот собака, она как бы сящее от личностью. Защищает свои права, потому что она душа. Дальше. Второй тип психического состояния человека – это ум. Или манос, тонкое тело ума. Это вся структура психическая, которая у нас есть. Она контролирует все органы и системы. В ней характер, в ней мысли. В ней в этой структуре есть судьба там внутри, вот здесь сердце находится. У всех живых существ. Это ум. Каркас такой психический. И мы в уме своем живем. Мы через ум смотрим на этот мир, через свою судьбу. И третье, что существует у человека – это инструмент для победы над судьбой. Когда, допустим, животные, они не хотят побеждать судьбу, не хотят знать, как правильно жить. Этот инструмент спит. Он есть, но он не действует активно. Он действует в каких-то случаях, когда это надо. Этот инструмент называется разум. Допустим, собака, она может быть разумной в отношениях с хозяином. То есть она ведет себя смиренно. Она сидит, заставляет себя сидеть, хотя хочется бегать. Это самоконтроль называется. Она сидит, ждет хозяина. Почему? Потому что таково ее проявление, ее разума в собачьем теле. То есть в теле животных какие-то элементы разума присутствуют. Допустим, у орла есть сильная концентрация. Он может видеть на расстоянии двух километров мышку. Такая концентрация взгляда. Можно концентрацией взгляда увеличить силу зрения. Но орлу Бог дал такую силу, потому что ему надо. Есть потребность. Иначе он не проживет. Это функции ума. Но разум означает контролировать себя. Побеждать судьбу. Знание находится в разуме. Решимость, энтузиазм, вдохновение действовать. Вера. Потому что ты уже понял, что так веришь в это. Только поверить. На самом деле. Три части психики человека не умирают после смерти. Куда бы мы ни отправились, вместе с душой, есть эгоизм, есть психика, тонкое тело, каркас. Есть разум, способность побеждать судьбу. Все. Вот три составляющие жизни. У всех людей. У женщин, у мужчин. По-разному работает. У женщин разум чувствительный, чистый, но слабый. У мужчин сильный, но грязный. Они часто не соображают, что правильно, как правильно. Делают что-то активное, очень куда-то двигаются, но куда не понимают часто. Женщины все понимают, куда надо. Командует мужем, но сами так не делают. Если их спросить, она говорит, ты должен бегать по утрам, мужу говорит. А он ей говорит, а ты что сама-то не бегаешь? Она говорит, я женщина. Редактор субтитров А.Семкин